Итак, с вами Адам Гэм, продолжаем играть за Украину, социалисты во власти. Украина нереально индустриализуется, как вы можете видеть, но вы обязательно нереально подписываете, если вы еще вдруг не подписаны. А мы продолжаем. И да, так сказать, это дело-время, а ты индустриализируйся, как говорится. Хотя сейчас ты индустриализируется. И можно потребовать Бессарабию, да, давайте так ровно и сделаем. А где наша Бессарабия? Решение очень много, вот оно, окей. Это мы скоро сделаем, потом еще и у Польши может быть потребуем. И мы можем опять в хлебную житницу прожать. Да, наверное, так и будем делать. Итак, подкопили по лицу требованиям Бессарабии, нажимаем. Требуйте все, либо побережье хоть скупирование. Нет, требовать будем мы все. А пока что можно что? Давайте, наверное, сюда подкачаемся в политку, что ли. Хотя там ничего не интересного, на самом деле. Поэтому давайте-ка в ячейку следований все-таки дойдем. А там посмотрим. И... Можем просто атаковать, можем отступить, разместить войска. Будет активировано... Господи, у нас сразу 25 политки. Меня заскали на 25 политки. Похот, это ельзаский ультиматум. Германия. Что с ебалом повелось украиной? Так, здесь у нас все понятно. Здесь, да. Это нереальная заскамка на 25 политки, потому что на ваших глазах произошла. Но ладно, мы уже повелись. Ой, мы можем начать строить укрепления. Да. Нам нужно делать это еще вчера, как говорится. Так что, да, начинаем строить. И вторая ловела... Это очень солидно, я вам скажу. Это нам очень надо. Ну, атаковать легионерскую румунию. Господи, 14 дней еще. Да. Это была нереальная заскамка. Нас обманули, мы повелись. Смотрите-ка, фрайк корпус. Минус опыт, минус мобилизация. А здесь включить состав войск. Минус стоимость актринной, арга. Блин, звучит, к сожалению, не так плохо, объективно говоря. На всю игру получить все бафы на организацию. Да, я все-таки, наверное, включу. Пойдем к ячейке исследований. Тут, кстати говоря, тоже неплохие бафы, я вам скажу. Начинается война, и мы вроде как без особых проблем пробиваемся. Здесь еще какие-то решения, но это что? Это перемещение ХТЗ. Ладно, чтобы чисто не маячило, сделаем. Смотрите, они пытаются в фурозащиты себе помочь, но по факту они просто теряют здесь войска на этом. А мы все равно без проблем пробиваемся. Прелесть. Производим также небольшое окружение румынских войск. Подстраиваем здесь авиацию. В общем, все прекрасно. А там еще Антанта пошла к возвращению Европы. Ну, удачи им. У нас пока, как говорится, свои дела. Мы в основном интернационале только так, условно. И Россия берет войну в Финляндии. И вмешивается в Вельдкрик. Так, ну, в нас не вмешивается пока что, и окей, нас это устроит. Нам нужно чуть-чуть еще побольше времени. Нам нужно опять соотстроить. И какой-то механ слэш танки. Да, Россия начала марш на запад. Она закончила свое восстановление. Я вам скажу, по сравнению с нами, они, конечно, посильнее, вот эти вот гиганты. Но не слишком, не слишком. И мы комбертим. У них-то нету имбы индустриализации. А у нас есть. Единственный нюанс, который мне не нравится, Беларусь вступила в войну. Хотя здесь немножко смешная ситуация, да, получается. Немецкими силами они воюют здесь, но Беларусь такая, типа, интернационал-мерду. В любом случае, да, Германия, окей, не пропушится, я думаю, из-за России. Но в теории у меня может сейчас появиться граница с Германией, которую придется закрывать. Не то чтобы я боялся, я в теории своими силами могу уже победить Германию. Но не хотелось бы пока что сильно активно участвовать. А вот мы заканчиваем все наши линии обороны. Прелесть. Падение Бухареста и Румыния капитулируют. Можно подбивать сербские войска здесь. И будем двигаться к самой Сербии. Итак, получились все бафы вооруженным силам. Все говорят, тоже неплохие. Можем заниматься реорганизацией генерал-штаба. Три генерала у нас получат бафы. Сковорода и рыбак. Блин, а сковорода у нас даже не генерал. Блин, ну, ладно. Как говорится, что дали, то дали. Но вообще хотелось бы, чтобы дали нормальные. А дают, как выпало. Давайте все-таки займем сюда синтетикой, как я и говорил. Потому что нам нужна внезапно резина. И проникаем мы уже в Сербию. У нас здесь есть авиация, поэтому должны пробиться. Хоть и, конечно, сквозь одну проинцию, через речку, в лес не суперудобно пробиваться. Но мы справились. Так, смотрите-ка, можем пойти вот сюда. Получим плюс население. Это нам очень пригодится. И потом можем бафнуть себе арту. Что, кстати говоря, звучит неплохо. Либо побольше мэнд пауэра. Тоже звучит не так плохо. На самом деле, давайте изучим, что у нас тут имеется. Не так сильно всего. А здесь бафается... Блин, каверийские противотанковые ружья нам предлагают. Забавно. Нет, здесь дается пара, здесь дается... Плюс статы даются арте. Наверное, все-таки это мне больше нравится. А еще, смотрите, получаем бафы в лесу, в городах. Ну и тут дальше что будет у нас, посмотрим скоро. А еще заметил нюанс. У нас вот здесь вот нету ЖД. Слава богу, что я заметил это сейчас. Будем срочно это фиксить. И у нас исследовались последние стремители. Сейчас будем делать хорошие, наконец-то. И новые самолеты. Я сделаю ингрейд на минус стоимость в алюминии. И резко все наши проблемы с алюминием пропали. Наслажды только с резиной решить. Мы, в принципе, скоро решим. И да, мы начнем в Керачинский мост. 150 дней он будет строиться. Мне это устроит. А вот мы добиваем Сербию. Авиация здесь наша уже отлично работает. Как же прекрасно иметь авиацию. И как же прекрасно иметь такую промышленность. Вот она, индустриализация во всей красе. И можем мы теперь их все забрать. Ну и сделаем мы их, конечно, маринетками. За исключением наших претензий к Румынии. А так, смотрите-ка. У меня тут появилась еще одна интересная идея. Черное море, в принципе, можно сделать нашим внутренним. Причем бы и нет. Еще давайте-ка потребуем у поляков нашей территории обратно. Пора, пора отдавать. И наш ультиматум отклонен. Говорится, увы, наш ультиматум отклонен не будет. Авиация отправляется на новое место дислокации. И вот потихоньку мы уходим на самообеспечение по резине. Буквально, я думаю, вот так даже достроим. И нам этого должно хватать плюс минут на всю игру. Плюс, конечно, мы к этому будем исследовать их. И пока что у нас их практически нет. Ну и без особых проблем мы проникаем сквозь все польские территории. Выходим в самые сокровенные польские ТУЗа. Да и, кстати говоря, немецкие тоже. Я, в общем-то, не вижу причин нам не начинать наступление в Германию. Как-то вот, наверное, таким вот образом. Начнем мы, конечно, подожмем здесь какую-то группировку войск, которая еще есть. А вот это я не знаю. Наверное, куда-то сюда будем готовиться на случай нападения России. Потому что в один момент они могут напасть. Ну вот узнаем, какой. Пока что нужно, конечно, готовить еще резервы. А вот и Польша вся капнула. Присоединяем ее к себе. Заберемся, конечно же, в наши претензии. А потом сделаем марионетку. А вот мы можем бафнуть холмы и горы, но для только артиллерии почему-то. Ну вот, у нас это устроит. И да, видите, у нас с местностями реально будут супер прикольные бафы. А, слушайте, мы это брать, кстати говоря, не будем, я думаю. Мы чисто вот до сюда пойдем. А это потерпит. Потому что мы вряд ли будем боевать на нас территориях в будущем. И фактически, веря капнула. И мы готовим нашу... А, ну и авиабаза почему-то. Да, из-за того, что мы Польшу создали, у меня авиабазы затроллились. А то я думаю, кто у меня за приколы с наступлением. Ну и продолжаем его. Нам бы авиацию всюду вывести в один регион, чтобы в одном регионе точно зеленый воздух иметь. Ну и сейчас потихоньку перемолим всю, я думаю, немецкую армию. Ну и да, нам придется, конечно же, привыкнуть перезыв, потому что люди заканчиваются. Нужно мобилизовать больше людей. Нам дали вот такие дивизии. Господи, что это? Спасибо за снаряжение и людей. Потому что я могу вам сказать про такую дивизию. И отрезали мы Кёнисберг от Германии. Сейчас будем их здесь зажимать. Кроме того, мы обрезали также и Россию от завоеваний на Западе. Чтобы все это получили мы в свой варскор. И Германия, нормально, здесь ласт стенд. Но я чувствую, это просто, так сказать, предсмертные какие-то конвульсии. Эти войска определенно мертвы. Да, здесь мы их вальпнули и остается лишь добить их вот здесь. Прекрасно. Здесь, пожалуйста, удалите мне вот это. И вот эти армии отправляются вот сюда. Сейчас заново перепланируем. Авиация вся где надо. Сейчас еще и бафочки получим. И пойдем заново в наступление с новым планированием. О, строительство моста завершилось. Прелесть какая. Мы теперь можем еще понажимать вот эти две кнопочки. Прекрасно. Ну и что, я думаю, пора. Авиация подавлена. Планирование набрано. Присутство в наземных войсках есть. Можно пробиваться, да. Штурмовики наносят колоссальный урон. Вообще можно теперь, кстати говоря, так взять во-первых бафчик. Наверное, вот этот чуть-чуть важнее. Хотя вообще левый у нас на все бы работал. А правый не на все, потому что штурмовиков в каждой бой не хватит. Ну ладно. И да, кстати говоря, потери не такие большие. Все от 300 тысяч на 100 тысяч. Но меня это устроит. Самое главное, что я должен себе получить 30% в арскоро. Да, это не мало. Это более чем, как будто даже почти много. Кроме того, мы тут неплохо еще и окружаем войска. Хоть я и на это как бы не рассчитывал, не планировал. Но получилось. Почему бы их не подобивать? А нет, смотрите. Вот почему не подобивать. Потому что они успели выйти. Это неприятно. Так, этот баф, этот дебаф, это мы не берем. И нам реально почти ничего не осталось. Можно только взятать себе прорыв. И вот эту вот атаку. И в общем-то здесь все. Хотя, наверное, перед этим я возьму атаку и защиту в лесу. Потому что это очень сильно. Здесь все леса. Это при всем у нас вот эти вот еще незакрытые слоты, которые тоже должны давать очень сильные бафы. И Австрия вступила во второй Вильдкрик. Такой нескромный вопрос. Надеюсь же, против нас они не будут вступать в войну. Скорее всего, будут. Ну вот сейчас узнаем. Конечно же, на всякий случай мы здесь кое-как сейчас будем укреплять границу. Там вообще уже Берлин пал, так что не думаю, что это им сильно поможет. Но хотят, пускай пытаются. У нас еще и Редеры, если что, есть. И... Мы поняли, да, что произошло. Эти территории по просто каким-то абсолютно мифическим, непонятным для никого в этом мире причинам передались Франции. Вот так вот надо сделать, это должно пофиксить проблемы. И из-за этого Австрия, которая воевала с, соответственно говоря, Францией. Так, давайте, знаете, как сделаем мы? Вот так. Франция сдала эти территории. Логично. У меня здесь нет войск. У меня здесь нет войск, которые бы воевали с Австрией. И Австрия захватила и вернула сразу немцев, с которыми я воюю. Прелесть, верно? Вообще нет, ненавижу такие ситуации, но уже ничего не поделать. Остается лишь жить в ужасном мире, который мы сами и создали, как говорится. А еще мы теперь торговать через Австрию не можем, это меня печалит. Но ничего не поделать. Ну что, заполняем. Нам нужны просто больше, больше дивизий нужны, и все. Будет у нас больше дивизий, станет попроще. Так что просто ждем. Нас пытаются атаковать, и где-то даже очень-даже успешно, потому что войск, ну да, у них больше, чем у нас. Но я думаю, мы справимся. Главное, чтобы к нам не выстрелились. Но вроде высаживаются только к нашим союзникам. Они, конечно, бестолковые, но я думаю, пережить выстрелы они, ну, наверное, должны. А еще давайте начнем все-таки на территории, потому что это наши у нас территории, станут они. Это люди, и это немножко промки. Промка реально там супер маленькая, вроде как. Но вот людские ресурсы, да, нам в нашей ситуации очень даже нужны. Ну и что, я где-то локально, в принципе, сам продолжаю наступать. Но в целом мы просто скорее стоим на чили на расслабоне. И потихоньку накапливаем войска. Пока что план примерно такой. План сказал, увы. План реально сказал, прям, увы, увы. Потому что, как вы можете видеть, у нас прорыв туса произошел вот здесь вот. И нам нужно нанимать нового генерала. Потому что у этих всех дебафа непонятные. У нас все... Для зарплаты получает один и тот же генерал. Ничего не поделаешь. Такая ситуация в стране. На его щечках это, как видим, тоже отражается. Он тоже страдает. И нужно нам... Да, просто вот так вот сделать. Я думаю, они сами там должны справиться. Ну давайте все-таки попробуем чуть-чуть понаступать. Как это вообще себя будет показывать. Блин, ну вот Ишка... Ну как Ишка? Автоплан. Он наступает реально. Вот давайте здесь стоит 10 дивизий. Давайте одной дивизии наступать. Ну типа, ну да, а что? Ну да. А зачем больше? Зачем вообще... Зачем вообще больше дивизий нужно? Мы с Хриза ставили Даню капитулировать. О, и Даня капает прям отдельно. Это странно. Почему это так? Видимо, она как-то в войну зашла отдельно. Допустим, мы, честно говоря, можем их корабли забрать с себя. Это приятное дополнение к нашей коллекции. И нам нужно вот здесь вот так же... Вот так вот как-то сделаем. Помочь еще шведам обязательно. А еще мы получили с фокуса железнодорожное орудие. Это всегда приятно. Кроме того, здесь нам бафов реальных особо не осталось. Единственное, 10% истребителей. Давайте возьмем и потом пойдем добивать политические фокусы. А, более того, нам даже дали два железнодорожных орудия. Прекрасно. Ну, давайте дадим им армию. Обской армии как-то сами их используют. И вот наша ледина, да. Практически полностью все потребности удовлетворены. Сейчас чуть-чуть достроим, доисследуем. И будет даже на экспорт уходить что-то. И во... В Швеции у нас все прекрасно. Мы шведов спасли. Здесь вроде как тоже все прекрасно. Но Германия пока не капает. Хотя, в теории, скоро должна. И индустриализация закончится. Прелесть. И мы получим себе еще один какой-то дух. Ну-ка. Не говорят. Вот, говорят. Двадцать. Двадцать. Господи, Макс эффективности. Пятнадцать исследований. И пятьсот пятьсот политки. Абсолютно балансно. Да. Не вижу здесь ни единицы небалансности. Ну, и за политку с кнопочки мы себе расставили просто все, что нам надо. Прелесть. И это теперь наши войска с обаффами будут. До этого они все без сейтиков еще воевали. Абсолютно балансно. О, кстати говоря. Так как мы в интернационале, у нас есть вот этот баф. И он неплохой. Я его возьму. Ну что, Украина спасает интернационал от невиновой гибели. Побеждает Германию. Одной левой. Другой правой. Побеждает Австрию. Что еще параллельно окружает опять австрийские войска. Ну, в общем-то, да. Прекрасная. Прекрасная, абсолютно балансная сторона, я бы сказал, в этом моде. Абсолютно. Тем временем Италия чуть-чуть не умирает от выставки сардинов. Не знаю, как можно уберечься отрыв. И франции еле-еле пужат Испанию. И да, периодически какие-то еще другие французы боют с нашими французами. Ну, французы они любят друг с другом воевать, это понятно. О, реформирование постановческих подразделений. Красные атаманы. Мы сейчас как раз-таки и переделаем свою армию. Видимо, может, еще какие-то бафы на армию получим. Да, как говорится, для того, чтобы все равно было играбельно, и не хватает еще немножко бафов на армию. А то как-то пока слабо, да, верно? Вот так. Ключинам. Блоги перед Красной Армией. Электроавтономию. А, нет. Требует, чтобы их армии были напрямую, я думаю, подчинены нам, или... Давайте фулл 100 политки потратим. И крах рейспакта происходит. Кайзер рейк пал. И под конец решил совершить звуковую атаку. И вот мы можем замириться. И заберем вот... Да, я чувствую большую часть всего. И мы даже забрали... Бедные Франции. Ладно, я не такая бедная. Забрали них Элизас. Ну, потому что Элизас, очевидно, это Украина. А еще смогли мы себе забрать флот. Это тоже неплохо для нас. День Германии. И давайте отправляемся добивать теперь Австрию. Ну, нам еще потом предстоит Антанта, собственно говоря. Но Антанта, я думаю, мы потом уже справимся, так или иначе. А вот мы добились капитуляции Австрии. Забираемся... Господи, тут куча территорий. Но, в общем-то, забираем себе тоже, я думаю, все. Итак, в результате Вольткрига, благодаря непосредственно приказу Израиля, Украина поглотила все центральные державы. Как так получилось, никто не знает. Началась война вообще из Элизаса. Почему у французов нет Элизаса, никто не знает. Но это уже другая история. А мы эту серию завершаем. И с вами был Дугей. Обязательно подписывайтесь, если вы вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, твич, диск, круглосе. Все, ребята, как обычно. И до скорых встреч. Всем пока.